Всем привет! Как же я соскучилась по эмоциям при покупке новых орхидей! Когда, знаете, настолько трепетно, настолько как-то, знаете, как будто бы заветную цель нашёл на каком-нибудь орхидейном привозе в магазин, увидел и ухватил её как нечто драгоценное и притащил домой. Вот эмоции просто какие-то такие они лёгкие, какой-то необыкновенной радости. И вот сегодня я приехала с новой орхидейкой. Вы знаете, вот приходишь в продуктовый магазин и понимаешь, что сейчас обязательно, обязательно ты найдёшь островок с орхидеями. Так каждый раз происходит. Давно я не прикупала хорошие, качественные растения. И сегодня я осуществила именно то в тему ваших вопросов. Ирина, ну как так? У вас 500 плюс орхидей и у вас нет Sunset Love. Угу. У меня нет Sunset Love. Это очень красивая, эффектная, крапчатая. Эта орхидей бесконечно красиво цветёт. Мультифлорный тип цветения – раз. Яркая, пёстрая, красивая – два. Ароматная – три. Вот эти крапчатые, красивые лепестки, которые находятся на цветоносе этой орхидеи. Это очень-очень классно. Ну, конечно, у неё очень приятный аромат. Я сегодня купила, долго пыталась внюхаться в этот аромат. Так он и мне не проявился, не показался. Но я буду, конечно, ждать адаптации этой орхидеи. И, конечно же, она обязательно у меня зацветёт. Я так думаю, через пару-тройку дней солнышко выглянет. И всё-таки орхидейка заблагоухает своим приятным ароматом. И я постараюсь его уловить. Потом вам его опишу. Прикупила орхидею. Вы знаете, очень хочется испытать эмоции. Какие? Поковыряться там в грунте, попротирать листочки, пообщаться с новой подружкой, со своей, ну, в виде орхидейки. Мои орхидейки, конечно, они все такие немногословные, молчаливые подружки, где они только слышат от меня монолог, но отвечают они на мой уход своим цветением. Поэтому, конечно же, домашнее цветение моих растений для меня, для вас всегда очень-очень восхитительно впечатляющее зрелище. Потому что многие комментарии мне об этом гласят. Ваши комментарии. Давайте долго рассказывать не буду. У меня сегодня две покупки. Я сегодня поехала к Вике в магазин на Крамское шоссе. Девчонки, кому интересная информация, я купила у Вики зафору. У меня еще один пакетик остался. Мне девушка Светлана присылала его. Мне два пакетика она присылала. Один у меня еще есть. Но я на всякий случай, как тот хапуга. Потому что цена очень такая привлекательная. Сколько я не искала его на Валбересе. Какие-то необоснованные деньги за циафлору просят. Там что-то в районе 700 с лишним рублей. Где-то 800 рублей. Знаете, у виска покрутить хочется. Я просто в шоке. Сегодня мне написали в ВКонтакте девушка. Ташечка. Она мне написала. Ирина на Сима Ленд. Есть циафлора для орхидей. По очень привлекательной цене. Но я уже купила. Конечно, там бывают разовые какие-то акции. Да, тоже их караулить. Но это времени не напастись. А здесь мы привезли в магазин. И я поехала купила. Отдала за пакет 360 рублей. Вот. Ну, по крайней мере. Ну, самое такое. И хорошо, что у нас в городе есть магазин, где можно реально прикупить. Я спросила у Вики, Вика, вы отсылайте. Она говорит, ну, желающим циафлору отошлю. Вот. Поэтому можно будет обратиться, если кому-то нужно. Пожалуйста. А девчонки, которые живут в городе Орле, меня смотрят. Девчонки, к Вике привезли циафлору. На Крамской шоссе 13. Так, циафлору, про циафлору вам рассказала. И, кстати, знаете что? Меня удивили крупные гранулы. Они намного крупнее, нежели те гранул, которые я раньше покупала. Очень крупные. Про циафлору вам сказала. Спрашивала я у Вики, Вика, почему нигде циафлоры нет. Она говорит, особенно по магазинам. Потому что на интернет-площадках ее можно купить циафлору, но она очень дорогая. Мне Вика объяснила, что сейчас частные магазины, сетевые магазины, которые продают товары для... садоводческие товары, да? Сопутствующие товары для растений, в том числе и растения. Многие отказались, потому что она очень стала какой-то необоснованно дорогой. И вот Вика поехала на производство. Сама договорилась на производстве. Ей поставили вот циафлору. Поэтому, девчонки, кому нужна вот такая информация. А сейчас я вам покажу все-таки эту красоту. Вы знаете, наверное, с попытки 20-й я купила эту орхидею. Я часто ее купила в торговой сети Европа. Супермаркет, гипермаркет, продуктов. И вы знаете, привезли растение 10 дней назад. Видела я ее 10 дней назад на стеллаже с орхидеями. Видела, что качество растения хорошее. Корневая в грунте хорошая. Наземная часть хорошая. Мультифлористый цветонос. Ну, сам сетла. Одним словом, в хорошем качестве. И посмотрела на него, полюбовалась им и поставила на место. Уехала. Через 10 дней приехала. Ну, наверное, думаю, все-таки мой стоит. Раз его не забрали, значит, мой. Я вам просто все рассказываю, как есть. Все эмоции, все... Знаете, вот этот, что называется, весь путь к этой орхидее у меня вот был такой. Наконец-то я его взяла. Сейчас я его открою, и мы вместе с вами посмотрим на качество орхидейки. Ну, давайте с верхней части растения. Производитель вот такой. Какой-то орхид. Ну, не столь важно. Так, а название есть. Мелкие-мелкие цифры. У нас уже, слава богу, благополучно. Глубокий вечер. Я просто решила вам снять видео, потому что все-таки эта орхидея нуждается в срочном поливе. Эта орхидея, на момент даже первого знакомства вот мной с этой орхидеей, я видела, что она хочет пить. Ну, думаю, купят ее, попоет хозяйка. Она ждала меня 10 дней, не политая. Вот, сейчас, конечно, у нее корешочки уже, вот смотрите, они такие достаточно сильно сжухшиеся, просушенные. Веламин, он сильно сухой внутри корня. И поэтому вот такие растения, которые длительное-длительное время, это читается по корневой системе, длительное время не поливалось, я поливаю всегда дозированно. Бывает так. Возьму 50 грамм воды, пролью буквально, постоит на тарелочке, полчасика-часик, все, всю воду вылью. На следующий день, если я вижу, что все хорошо, корням еще было недостаточно влаги, еще разочек, точно таким же поливом, крайне аккуратно вкрачивая, наполняю высушенный веламин, сильно высушенный веламин. Постепенно, поэтапно даю водички. Это бывает намного оправданнее, нежели вот такую корневую, сильно засушенную, сразу резко полить. Иногда орхидея вот в таком состоянии, сжухнутой корневой системой, при резком поливе, может дать какой-то процент пропадания корневой системы. Поэтому я всегда делаю это крайне аккуратно и деликатно. Орхидеи всегда все очень хорошо отпаиваются водичкой в течение первых трех дней. Так, давайте посмотрим по... Вот стволик абсолютно нормальный, классный, даже листочек вот сухенький отсох. Это все хорошо, ничего плохого я здесь не вижу. Листиков немало. Розетка у этой орхидеи, у этого гибрида, она миди, именно миди. Не сильно крупная, не сильно большая. И, конечно, мультифлорный тип цветения. Давайте сейчас я вам покручу весь горшок. Могу сказать, что корневая прям, ну, твердая четверка. Отличная корневая. Так, и вот так выглядит этот красавец. Вот такая вот красивая, с очень красивым акцентированным центром эта орхидейка. Ну, знаете, да, орхидея Sunset Love. Некоторые цветочки она тут уже стала скидывать, сбрасывать. Ну, сейчас я с ней, я так думаю, договорюсь. Отпою орхидейку и все у нее будет более чем замечательно. Я в этом уверена. Очень красивый у этой орхидеи, у этого гибрида, кто не знаком с этим гибридом, у него очень красивый цветочек с тыльной стороны, у этого фаленопсиса. Вот такого оливкового оттенка. Это всегда так. По мере нахождения цветов на цветоносе оливковый оттенок на тыльной стороне листиков, лепестков, лепестков сохраняется. Вот такой древовидный всегда цветоносик. Конечно, в первом домашнем цветении я ничего, знаете, такого фееричного не жду от этой орхидеи. Конечно же, первое цветение может быть скудным, и второе цветение может быть скудным. Никакими составами, какими, ну, я не знаю, сказочные бывают иногда истории, которые я иногда... По случаю, когда мне присылают какие-то ссылки девчонки, посмотришь, думаешь, боже мой. Конечно, первые пару раз эта орхидея в домашних условиях плотно цвести не будет. Никакими составами поменять генетику растения невозможно. Лишь только потом, когда орхидея начнет прекрасно расти в домашних условиях, полностью акклиматизируется, начнет отращивать большую корневую систему, может быть, уже будет мной пересажена, вот тогда орхидея способна очень красиво, объемно зацвести. Так, далее. Иммунная система растения многое может обеспечить орхидея, именно иммунная система растения. Красавица! Я прям не могу. Даже близко не пахнет. Вот ничем. У меня сегодня какое-то цветочное настроение. Мне даже сегодня кофточку захотелось цветочек одеть. Вот. Вот такая вот красавица у нас сегодня с вами. Что я буду делать? Давайте я уже не буду показывать. Есть плейлист, который так и называется «Что делать с новыми орхидеями?». И еще второй у меня на канале есть плейлист, который называется «Обработка новых орхидей». Пройдите либо туда, либо туда. В принципе, видео дублируется, ссылочки туда и туда помещаются. Поэтому информация там можно найти любую по обработке новых орхидей. Салфетка. Чистая вода. Протираю листья. Протерев листочки, протираю стволик. Не забываем про это. Цветонос. И сам горшочек. Баньку для таких растений, для новых, я всегда делаю именно так. Как правило, ничем не отличается. Беру поддончик. Грушу с тепленькой водичкой отстоянной. И проливаю по стеночкам горшочка. По чуть-чуть. Дозировано. Вот почему использую грушу, фолив, орхидей. Потому что я здесь могу дозировать давление воды, которую подаю. Чуть-чуть. Воду в поддоне оставлю на полчаса, можно на час. Торф-стакан я не убираю, потому что у меня нет возможности подлезть под основание растения, где, как правило, располагается торфяной стакан. Я больше чем уверена, что он там есть, потому что грунт состоит только из архиаты фракции 9-12. Как правило, в таком грунте под основанием растения есть торфяной стаканчик. Если я его не удаляю, значит я буду делать поливы с учётом наличия торфяного стакана. Никаких замачиваний горшочков в воду на некое время я не делаю. Поливы проливом и оставлением воды в нижнем уровне посадки. Чтобы не намок объём торфяного стакана. Пока я её поливала, листочки подсохли. Я беру фитощит с экстрактом пихты, обязательно взбалтываю. Располагаю флаготчик на расстоянии 20-30 см от листьев растения. И делаю распыление препарата над листиками, со всех сторон, над грунтом и над цветочками. На расстоянии 15-20 см над цветочками, со всех сторон, как бы погружаю их в облако. Этот препарат подаётся очень деликатно, мелко-мелко, дисперсно. И поэтому стекание жидкости в пазухе листьев не происходит. Когда я пользуюсь этим продуктом, экстракт пихты от фитощит, я понимаю, что у этого препарата короткий срок действия. Поэтому повторная обработка этим же составом, этим же препаратом будет у меня проходить через 5 дней. После всех обработок от предполагаемых вредителей для профилактики, эта орхидея будет находиться на карантинном столике в течение минимум 21 дня. При обработке растений от предполагаемых вредителей и для профилактики без видимых причин, я не применяю сильные химические составы. Если я вижу, что листики чистые, цветы не имеют проидов, пергаментности, определённые на лепесточках, тогда я смело берусь за биопрепараты, которые тоже прекрасно справляются. Ну, мало ли, с возможными какими-то проникновениями, поражениями. Поэтому профилактировать предпочитаю биопрепаратами. Препарат вот такой. Я вам много раз его показывала, тоже недавно вот прикупила в магазине от Бонефорте. Это препарат-спрей. Спрей на основе долматской ромашки. Экстракт долматской ромашки. Конечно, все вот эти составы, которые я использую для профилактики от вредителей, это препараты, которые имеют фитопроисхождение. Фитопроисхождение. Не химические составы, а именно природные составы. Вот такое у меня сегодня видео. И цифлорку прикупила, орхидейку в корзину поместила. Ну, а мне остаётся лишь только пожелать вам всего доброго, здоровья, благополучия. Лучше всего вам самого-самого, наилучшего всем. Пока-пока, до новых встреч! Яркая, пёстрая, ароматная, нарядная, праздничная. Это все те определения, которые можно применить, описывая эту орхидейку. Очень красивая губка. Посмотрите, она яркая, но она одновременно очень деликатная. Видите, какая? Не расплывается по цветочку, а именно вот, как бы, немножко подчёркивает сам цветочек. И в горшке я обнаружила капсулы асмокода. Вот они. Ой, провалилась. Ну, знаете, как они выглядят. Вот, видите? Как бы шарик такой внутри грунта. Вот этот асмокод явно длительного воздействия. Это удобрение пролонгированного действия. Иногда производители в посадку к орхидеям... Вот они, смотрите, как много их тут. Видите? Когда много вот так вот асмокода около корней, вот так располагается, поливочная вода проникает сквозь оболочку этого удобрения. И потом само удобрение выходит... А там-то сколько его, гляньте! В пазухе листа вы посмотрите, что делается. Мама дорогая, сейчас я это всё дело уберу. Может получиться ожог при высвобождении удобрения из этих шариков. Ожог корней. Ладно, это я уже буду делать вне видео. А так растение отличное. И не менее отличное у него цветение. Всё, теперь всем точно пока-пока! Рыжий глаз! 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 Продолжение следует...